всем доброе утро как меня слышно видно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова можно можно наталья доброе утро всем привет кто присоединяется присоединиться записи будет смотреть я нахожусь уже в новом белграде видите какие высоточки стоят прям передо мной это что-то вроде рынка но это не рынок на самом деле а больше такое торговые ряды приехал я сюда пораньше на улице сегодня плюс 4 холодно пришлось греться а грелся я чуть-чуть пробежек все устроил мед на 10 пробежал до конца улицы на обратно сюда здесь уже встал на солнышко солнце греет хорошо но мне придется идти туда в тень там будет по прохладней анна привет сейчас буквально минуту и пойдем можете пока посмотреть вот с этой стороны какие здания стоят флэрин доброе утро пока стоял думал на что же это похоже на что микрорайон похож вы потом свое мнение тоже напишите и показалось такое знаете подмосковье потому что спальный район машин много смотрите сколько припарковано где еще мало потому что рано и ранее утро но показалось вот реально подмосковье так то все тогда начинаем сейчас выйду на ту плечку и пойдем уже я нахожусь на улице европска и пойдем в сторону дуная налево с дорогу перейду только здесь такой импровизированный парк аттракционов приезжий привозной он привет марта привет карусели что-то подобное было в новий саде помните если кто смотрел видео там неоднократно по в раза два может три раза показывал проезжал это место где приезжал цирк тоже что не каруселька что-то вроде ромашки наверно да только для детей это наверное какой-то паровозик и батут все вот весь парк по правую сторону как и сказал это торговые ряды мясные магазины там макси по-моему идея и выпечка так по у нас какой на сегодня прогуляемся заглянем во дворы вот мне тоже интересно вот как там дворы устроены какие-то эстакады поэтому обязательно туда зайдем расскажу о ценах на квартиры аренда покупка в общем поговорим о инфраструктуре района ну и история куда без нее самолет где-то летит анна он тоже на холме район нет он в низине как бы даже получается и равнинный отсюда тоже видно хорошо как самолета садятся на уже не вижу не увидите там за деревьями прямо на посадку пошел пока стоял наверно раза три пролетели над головой вообще первые исторические следы когда заселяли этот район относится еще ко времени османской империи 1512 13 годах здесь было жило бежание и здесь же было 32 дома на тот момент а к 1810 году уже было сто пятнадцать домов так можно здесь перейти а я прохожу вот то что шел парк вот этот это аргентинский парк называется почему аргентинский не скажу не нашел информацию предположу только что может торги аргентинский коммунисты если такие вот таковые были помогали при строительстве этого района когда его застраивали только могу сделать предположение 18 веке здесь население было исключительно сербским жили одни сербы после ухода турок когда пришла австро-венгерская империя здесь же поселились немцы венгры хорваты так мы тоже скоро прилетим недельки через две жду не дождусь ирина привет из калининграда привет ирина в 1923 году уже был представлен парк ой вернее не парка 1 городской план по расширению белграда а 1 1 камень здесь заложили в 1948 году это после войны а вообще здесь было болото песчаник вся вот эта территория на той стране видите парк продолжается там уже что-то вроде детских площадок перед началом строительства здесь все засыпали песком а песок вывозили из реки сава и дуная все что было так ждем не буду переходить все что было тяжелее но тяжелый материал это уже перевозили на конных повозках а вообще работали здесь днем и ночью да она отличаются здесь такой вот прям многоэтажный прям спальный спальный район по левую по правую сторону так зеленый вообще за первые годы стройки здесь прошло около 200 тысяч строителей работали студенты рабочие инженеры совсем бывшей югославии сейчас покажу вам я же сделал фотографии старые вот так это сейчас на солнышко встану чтобы не теплее было это вот начало строительства видите что-то вроде на болото здесь и было ставни на окнах ну жарко солнце знаете какой здесь 40 градусов поэтому все закрываются здесь везде ставни кондиционеры сдаются когда пристройки дома уже с кондиционерами составными вот такой даже есть кто-то из вас наверное даже застал такие бутылки до ряженку кефир я тоже помню такие бутылки прям в такие же сетчатых клетках еще помните сетчатые эти сумки а вот и строители югославские так теперь вот хочу туда пройти в конце 50-х белград новый белград активно застраивался ну потому как главной целью его было построить как много как больше так пройти хочу возвести как можно больше зданий а все из-за того что люди сюда ехали миграция была очень большая так она этот район популярнее чем врачар среди приезжих что скажете с приезжих если брать россиян ну здесь их много да здесь активно тоже берут в аренду насчет популярности наверно да мне кажется так там спуск куда там спуск видите как проходы такие а здесь гаражи получается справа гараж и подо мной наверно тоже аренда немного подупала но это прям совсем чуть-чуть можно сказать тоже расскажу про аренду сколько стоят сейчас здесь скорее всего должны быть магазины какие-то при а внутри домовые но все закрыто что это за окошко зачем она здесь ну здесь так зелено кстати между домами посмотрим что там будет инна привет какие интересные гаражные туннели да и на привет ну наверно здесь только мы такое увидим в новом белграде а ну детская площадка чтобы вы понимали вот так выглядит детская площадка раз качеля два качеля достаточно старый видимо когда строили дома там тоже пару качелей что-то вроде турника как дома строили наверно также построили вот эти детский такой городок так все осталось может быть там поновее будет интересно тут что-то вроде мостика а тут тоже то же самое на получается тоже вот проезд автомобильный слева и справа как гаражи ну там тоже зелень растет впереди а вот здесь что такое а ну вот здесь смотри здесь уже магазин стоит просто спуск просто можно спуститься туда пожарная лестница сколько этажей интересно здесь кажется этажей 20 точно вот в этом большом потому что он как бы лесенкой дом построен пойдемте дальше по численности населения этот район новый белград являлся крупнейшим муниципалитетом югославии его называли даже большим общежитием так а давайте еще там через двор пойдем ну тоже вот видите да зелени детская площадка наверно вот эти две качельки там еще 3 такая же до площадками беда одно из самых известных сооружений здесь в новом белграде это западные ворота белграда называемая башня геникс я как-то снимал видео про зимун и там был в этой башне сверху тоже снимал кто не смотрел видео посмотрите там одна сторона желая а вторая как бы под офисом он там ничего не работает меня местный житель пустил подъезд поднялся на самый верх так ну здесь такая же история получается такой мостик переход гаражи все то же самое и магазина на первых этажах где-то работает где-то не работает здесь застраивались многоэтажными домами именем микрорайонами их называют блоками читал что в 90-х 2000-х здесь даже про эти районы писали песни снимали фильмы о депрессивной жизни даже выходил сербский фильм читал 2000 в 2002 году там была показана группа сербских подростков которые обвиняют жизнь новом белграде во всех своих проблемах бедах и сравнивали как бы свою жизнь с гетто в американских районах гарлеме бронксе блоков больше 70 мне кажется 72 опять же был белград продолжает расширяться расширяться застраиваться тоже детская площадка дома впереди это либо школу либо садик сейчас посмотрим собачников смотрите как много с утра гуляет граффити без них тоже никуда может вот это что-то вроде бомбоубежище но входа нет знаю эти насыпи может как-то через подвалы можно сюда подо мной я имею ввиду бомбоубежище может не могу сказать входа нет не вижу тоже детская площадка а это основная школа вот так выглядит школа это что такое прошел это что-то вроде кафешки что ли какое место хорошего человека там он сладости продает наверно ученики у него тут все закупают машину очень много прям очень много давать еще вид так чтобы весь дом прям входил вот он получается лесенкой вверх идет в новом белграде есть шесть рынков то продуктовые и вещевые есть китайский рынок кстати мы сейчас мимо него тоже пройдем он знаете похож наверно что-то наверно московского садовода я думаю в каждом городе крупном есть такие рынки гараж китайский рынок он возле блока номер 70 находится там есть старый рынок и новый я в старом был он там уже такое знаете опасно ходить разрушается сверху все разваливается он там уже новенький домик сейчас к нему тоже даем площадка школьная давайте зайдем покажу вам как выглядят площадки школьные кто-то наверняка с детьми сюда приедет и приехал вот баскетбольные кольца на асфальте и ворота туда дальше уже не пойду питьевой фонтан интересно работает или нет в города где был везде фонтаны работают в принципе в маленьких а здесь не работает даже вовшат помондов шат ездил где-то там в на горе далеко от городка между башнями это фонтан был можно было умыться воды попить здесь не работает собака гуляет на этом да с площадками ребят беда здесь конечно сами видите с детскими без графика никуда посмотрите загон не очень да вид конечно не очень ну новый белград не весь такой есть современные дома современные микрорайончики площадки наверняка сейчас найдем где-нибудь вот там вот вижу два дома новых наверняка там будешь из площадка детская хорошая конь новая а сам район зеленый достаточно смотрите сколько идем везде зелень прям аллеями так как туда дойти здесь можно пройти вот здесь уже современный дом вижу там площадка детская такая современная но маленькая хотя здесь такой огромный парк наверно можно было побольше сделать ну да вообще площадка конечно вот такие с этой стороны тоже парк старые дома продолжаются исторические здания здесь практически нет вся застройка уже двадцатый век вот если вот по зиму ну когда будем гулять я вам там покажу нашел хорошую локацию прям много исторических зданий прям вообще красота и район можно рассмотреть и архитектура в общем в районе здесь построен еще белград арена торговые центры экспоцентр потом есть музей современного искусства и выставочный комплекс сава центр по берегам рек дуна и сава потому что слева если мы будем слева от меня как я иду там вдалеке дунай а справа сава там променады устроены есть аквапарк парки что еще есть в парке дружбы кстати высажены эти платаны там около 100 штук к новому белграду еще относится остров ада медица на реке сава это тоже историческое место этот остров был пограничным сейчас минуту положим этот остров был пограничным и там как бы переходил он только одним то другим империям к римской византийской потом кто там еще был венгерское королевство сербия османская империя короче такое острова знаете арена конфликтов переходил всегда из рук в руки в 60-х годах 20 века на острове была по этого какого оранжерея оранжерея построена и там же основали объединение любители савы и дуная торговых центров здесь достаточно у района есть даже свой герб в принципе у них у всех районов герб есть так сейчас покажу вот так выглядит герб тоже детская площадка баскетбольная футбольная что позади меня осталось достаточно современный дом заправка так на той стороне вот там это рынок надо выходить на эту сторону потому что здесь уже одно и то же все идет это что за здание маленькая посмотрим жители идут видите с тележками на рынок посмотрим интересно что за здание такое розы еще цветут по моему сегодня самая холодная ночь была а это музыкальная школа вот так выглядит музыкальная школа так давайте тогда выходим идемте на дорогу впереди это проспект гагарина вообще новый лоград он даже знаете стал такой деловым центром именно войти здесь очень много айти компаний имеют свои офисы яндекс и там microsoft у них свое здание стоит ну их очень много разные трамвайчик какой старый вот по левую сторону там уже другие дома стоят другой проект торговый центр слева вот по солнышко то хорошо идти прям греет так давайте что тут так ирина мосина как далеко с этого района добираться до центра автобуса автобусы трамваи все ходит с этой ветки вот по правую сторону которая трамвайная ветка идет с нее практически да наверно все трамваи идут в центр кроме одного один идет на банного бордо это 13 а остальные все в центр идут у них как раз ветка идет мимо белграда на воде и автостанции белградской ее кстати в двадцать четвертом по моему должны перенести сюда в новый белград возле станции новый белград она будет стоять располагаться так светлана солнце розы цветут листья на деревьях можно позавидовать по-доброму да всегда говорю осень здесь шикарная прям не скажешь что это осень смотрите какой картинка да зеленая травка небо голубое там реально красота так все кто на стриме всем отправлю солнце вот зеленый трамвай это подарок швейцарии городу белграда вот такие зелененькие бегают это уже современный такой достаточно красный за ним идет зелененький тоже швейцария и сзади идет красный тоже старье там просто жесть ездишь на них как-то попадал на него такой грохот стоит кошмар так я тогда перехожу на ту сторону пойдем там там кстати китайский рынок и на трамвай лучше проехать этот маршрут посмотрим если будет трамвай заповеду на трамвай проедем чуть-чуть на трамвае там вылезу дальше пойдем если не будет ждать не будем пойдем сразу здесь уже видите да более такой современная хотя там вдалеке все еще блоки так зеленый не успел чтобы пройти надо кнопочку нажать она по моему здесь вот впереди вижу такой знаете какой-то пустырь поэтому не хочется прямо идти там особо показывать нечего поэтому надо перейти на ту сторону либо на трамвай запрыгнуть район достаточно большой прям очень большой один из самых больших ну в любом случае он мне напоминает он прям вот спальный район здесь и театр по моему только один это в торговом центром торговом центре уши уши называется планируют они построить но пока не построили поэтому все такие театральные мероприятия музейные все-таки это все в центре так трава я не вижу ладно пойдемте пешком по на посмотрим здесь как дворы обустроены контраст какой сразу в тени то холодно многие уже оделись в теплой куртке хотя сегодня шел шел мужчина в футболке и в безрукавке знаю как ему было не холодно но в любом случае я заметил что сербы мне кажется они мерзляки прям чуть-чуть холодно все они там тепло одеваются кстати ребят местные есть кто подключился не подключился скажите сербы как холодной погоде мерзляки или нет так ирина люди все уже тепло одеты до оделись так он широкие дороги ну конечно новый белград все равно с этим мне кажется проблем меньше по ширине дорог хотя с парковками сами все видите вот все заставлено я иду по тротуара а тут машины стоят машину очень много я иду китайскому рынку он сейчас должен быть впереди мне вам по левую руку здесь уже дома другие тоже высотные все если центр ну и остальная часть города да даже мне кажется хотя в звездаре на окраине там тоже многоэтажки есть тоже прогуляемся по звездаре как-нибудь интересно тоже исторический район много зданий красивых все-таки здесь да больше здания высокие нет такого смешения там одна-два этажа сразу стоит так высотка флэрин в воронеже плюс семье дождь по моему во всей центральной части россии дожди идут я вот смотрю в москве постоянно дожди но у нас тоже был дождь вчера закончился ну так знаете там денек ночь по-моему был но два дня ветер очень сильный был ураган вчера еще днем я яблони растет вчера еще утром вернее сходил прогулялся по парку там недалеко было тепло вообще не ветерка буквально через два часа ветер опять холодина такая так ну вот дома тоже зелененькие такие дворы но площадке такая же беда все вот по левую сторону вот этот торговый центр китайский это современное здание здесь тоже можно зайти найти брендовые вещи и они стоят гораздо дешевле ну понимаете почему он стоит дешевле а впереди это старый рынок но он тоже работает и новый старый все работает просто вот в этом новом такое более как по приличней что ли все отдельные павильончики такие маленькие небольшие у каждого а вот в этом старом здесь такое такое удовольствие гулять по нему мы сейчас здесь между рядами пройдем чтобы посмотрели но он такой длинный тоже большой вот видите блок 70 этот район блок 70 рынок находится здесь тоже продают всякую фигню каждый все что хочешь можно здесь найти давайте ряды пройдем потом зачитаю комментарий тоже все только нету здесь одни китайцы кстати они вообще не торгуются такие знаете отрешенно делать вид что тебя не понимают и вообще не это не особо доброжелательные вот если захотите брелоки себе купить магнитики вот сюда приезжайте будет гораздо дешевле чем вы купите в центре города потому что здесь закупаются местные я как ты видел прям берут там такое ощущение на разнове знаете где там значки всякие магнитики потом в два-три раза дороже продается в центре поэтому нужен магнитик сюда приезжайте купите себе магнитик заодно походите посмотрите если интересно конечно хотя такие покупки наверно сразу совершаются увидел магнитик купил туда не пойдем там все то же самое и китайские китайское кафе ребят у кого такие есть рынки в городе что то подобное он весь металлический два этажа но второй этаж говорю он там какая-то часть уже разваливается прям входа нет ну пройти то можно конечно но там уже не торгуют ну а первые этажи вот так сейчас пройдем уже и на эту сторону уйдем так это цены 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 не вижу цен надо спрашивать все еще и по-китайски написано шнурки шнурки замки знаете он напоминает кет от барахолку в нове саде также захочет коробки коробки все входит там смотрят лазер что-то ищут вот для собак для кошечек цен нет а тут описано туркиш базар турецкий базар носки что это трусы носки 50 динар 50 рублей так рынок мы с вами прошли вот так выглядит сбоку рынок мусор грязь и вот второй этаж там наверху все давайте тогда сейчас во двор туда пройдем посмотрим что там и комментарии зачитаю ваш сразу так ирина а листву во дворах и на правах убирают до убирают но мне кажется иногда потому что иногда идешь прям столько листвы иногда чистенько хотя есть уборщики они выходят до подметают с утра прям пораньше утром так плюс семь воронеж прочитал марта не нравится что машин тротуар да с этим тоже здесь проблема у детская площадка видите опять опять такая же как и мы уже видели так он я слышал что за гречка и чаем белграде очереди это так если жить но он был граде без машины где покупать продукты торговые центры ну гречка она здесь никому не нужна кроме россиян гречка здесь никому не нужна она продается в этих здравоохрана магазинах местные больше фасоль едят покупать ну закупаться торговые центры рынке все это здесь есть так марта спасибо за совет про магнитики да пользуйтесь так дик привет позавчера тоже тут было снимал для себя и знакомых правда под другим аккаунтом понял тоже канал свой дах на ютюбе так инна взяли раскалитарен магнитиков да нет какая тайна так вчера после обеда белграде прохладно было ветерок да дик вообще очень было холодно так марта у нас есть но немного лучше так дик номер саде на сельхоз рынке был около железнодорожного железного моста как я понял подешевел тоже чем магазин в центре рыночек возле железного моста что там железный мост на крайне новесада который возле биг когда проходишь вы это имеете ввиду так давайте вот сюда пойдем так инна вспомнил сначала девяностых когда ездили за товаром в частности варшаву закупались также ну я думаю мы с вами сейчас гуляя здесь находимся в 90-х ну именно вот здесь сейчас сейчас выйдем туда в двухтысячные будут 2022 23 все будет впереди мы тоже идем знаете так из прошлого в будущее так где то канальчик 13 человек для себя знакомы больше приехали поснимал понял можете поделиться моим каналом тоже будет что посмотреть но вес от подбара да я тоже там бывал в подбаре рынков да в каждом кому в каждом районе написать же рынок есть прям в каждом тоже да смотрите много машин дома 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 он разный тоже новый белград разный пост у нас сегодня локация такая знаете так как здесь пройти то начал я с исторических получается с первых до зданий то это даже не первые потому что первые строили первый блок 2 3 они находятся туда дальше еще вглубь как бы ближе к дунаю наоборот а здесь уже другая ну чуть попозже построили вот эти фотографии это как раз были блоки 2 3 там 20 это все в той стороне ближе к дунаю прям вот спальный спальный район ну смотрите сколько зелени мне кажется солнце и зелень все таки дают такую свою картинку свое настроение даже живя вот здесь как бы солнышко зелень другое настроение все по-другому воспринимается представьте сейчас тучи были бы там все было бы так уныло здесь казалось бы а тут вообще депрессняк как те мальчишки до винили жизнь в этих домах блоках все пойдемте так здесь можно пройти хочу выйти на дорогу уже и уйти на ту сторону понял это магазин макси а вообще я иду прямо туда и по правую сторону получается если вот этих домов не будет убрать и туда пройти там как раз таки сава и остров ада цингандия получается муниципалитет чукарица баново бордо все в той стороне прямо и дует как раз таки ну через дома и смотреть туда до конца там дуна и у нас мне нравится что зелень много тут трехэтажный дом такая вся улица рыночная позади меня китайский рынок остался кафешка вот дошел до дороги сейчас перейдем на ту сторону как раз прошли мы с вами тот пустырь который я хотел проехать на трамвая впереди там уже другого плана домики разные проекты на улице еще теплее стало вообще хорошо вот уже открывается вид давайте сначала здесь покажу так марта зелен вина спасает от жары хорошо что не урубают да это очень хорошо впереди это honda центр автомобили продают сейчас как раз дорогу перейдем и вот современные дома уже пошли впереди да хорошо что не вырубают потому что я помню к сожалению в россии вырубают ну это не вырубают знаете а верхушки вот эти состригут и стоят вот эти трехметровые пни не знаю для чего это делается вообще не понимаю идешь и вот эти стволы стоят а зелени нет все вырублено ну пострижено что это такое зачем это есть такое здесь такого не видел так дик я козу видел этом районе послать на пустыре да мало того здесь недавно смотрел видео кто-то тоже выкладывал только от район не помню прямо в белграде леса бегала как она забрела в город вот этот трамвайчик зеленый да и на напоминает россию я беру нет напомнила подмосковье у этих трамваев ножки когда дверь открывается ступеньки выезжают и они тесные очень место между сиденьями очень мало для ног так ну где зеленый то состоим кого ждем он зеленый сейчас пройдем мимо вот этих домиков они уже такие более современные прям двухтысячные года а еще прикол прикол вот видите да я шел бывает что зеленый загорается переходишь в лесу доходишь до середины и уже красный не успеваешь ощущение что светофоры так а зачем я сюда пошел светофоры не отрегулированы то ли бежать надо вот смотрите здесь красный а там зеленый здесь тоже красный сейчас посмотрим как загорится но в основном я вот говорю до середины дойдешь и стоишь дальше иногда водители не пропускают прям несутся там впереди рода мега вот зеленый ведь у меня зеленый там красный как я от этого отвык сначала потому что в москве по другому загорается зеленый ты идешь как бы зеленый все стоят а тут дошел до середины опять стоишь надо привыкнуть к этому перестроиться вот зеленый пошли а там красный опять видите как тот чуть-чуть не додумано не продумано вот там вдалеке не знаю видно трубы и вот там мост это мост ада я всегда произношу то мост ада знаете там ассоциация от мост ада так ну что стоим то долго все зеленый сейчас зайдем здесь бары посмотрим как вообще тут с детскими площадками по левую сторону это похоже на детский сад большая территория если идти прямо знаю точно там строится комплекс как же называется аров аэропорт по-моему называется там только офисные здания строятся там очень много тоже эти компании сидит там часть уже построена часть строится так именно только под нежилое под офисом вообще давайте про районе по садикам про школы сейчас расскажу я тут записал себе так сейчас достану так в районе у нас 35 детских садов 22 начальные школы 8 средних школ потом факультеты здесь юридические информатики вычислений драматический факультет высшая техническая школа и колледж туризма по аренде так ноябрь аренда жилой площади до 40 квадратов составит от 450 евро в месяц ну плюсуйте сюда сразу 100 евро это коммунальные услуги интернет где-то 50 это домашний интернет нужен телевизор не нужен но интернет наверное всем дома должен в любом случае 50 даже если там без ну без телевизора подключателями до телевизионных программ чистый интернет в любом случае где-то 50 евро точно будет за аренду вы платите всегда в евро здесь уже поменьше домики такие сколько шесть этажей ну седьмой это как бы первый этаж нежилое а по факту семиэтажный дом так все что хотел сказать то а за аренду вы платите в любом случае в евро коммунальные услуги оплачиваете в динарах интернет все остальное там это тоже в динарах вот достаточно такой современный уже микрорайон уже и глазу повеселей цвета такие более поярче не там как хотя тоже такие серо с белым но все равно поинтереснее мне кажется так а если вы хотите приобрести квартиру то это будет уже один квадратный метр от 200 2300 евро вот так за один квадратный метр соответственно вот мне даже интересно площадки детские есть и с ним гаражи то я вижу подземные здесь можно присесть сейчас заберусь наверх посмотрю что там во дворах там парковки что-то не вижу я детских площадок ну 2300 вы понимаете да что эта квартира должна быть много квадратов не быть однушка наверняка будет дороже стоить чем 2300 за квадратный метр на территории района есть железнодорожные станции две там пригородные поезда останавливаются потом через новый белград проходит железнодорожная ветка белград новий сад здесь он тоже останавливается в новом белграде причем цена билета не меняется если например вы едете с основной станции белграда с центрального либо с новой белград ну в новий сад цена не меняется одна и та же там время в пути у них по моему четыре или пять минут разница видимо поэтому цена одна и та же ну и за общественный транспорт я уже сказал здесь автобусы и трамваи по левую сторону вот это большое огромное здание территория тоже это школа для детей российских дипломатов видите она вся ограждена там входами по пропускам с чипами и впереди тоже идет уже многоэтажная застройка но тоже более такая современная здесь пустырь наверняка тоже застроится позади меня что осталось так ирина что-то лайков мало да ребят поддержите лайком так дик парку пойдешь где около реки где вечный огонь там площадка есть вдоль парка и народ гуляет не мы туда не пойдем это же другую сторону идти а белград большой все не охватишь а просто шататься тут четыре часа как бы такой цели нет я думаю самое основное вы уже посмотрели то есть мы начали со статических зданий да ну с первоначальных так сказать с новой застройки со старой застройки и пришли к новой поэтому я думаю понятен смысл и посыл этого видео стрима как все развивалось как строилось вы посмотрели разные дома это торговый центр по правую сторону здесь уже видите широкие хотя там тоже широкие улицы все так же много зелени такая же беда с детскими площадками здесь наверное если пойти с той стороны с той стороны я имею ввиду по левую руку туда от дуная по новому белграду там тоже есть блоки тоже есть старые дома но там больше наверное вот зеленый больше тоже офисных зданий торговых центров гостиницы а так все одно и то же на самом деле это такое большое реально большое общежитие просто спальный район не больше мне все таки больше нравится вот по старинным улочкам там больше интересности всяких можно рассказать показать самому полюбоваться вот во врачаре да мы ходили интересный район много зданий зимун говорю сейчас надо выбрать время там просто а вот смотри диска площадка достаточно такая современная даже есть беговая дорожка в зиму нигде я локацию нашел там еще до сих пор идет ремонт дороги как только отремонтируют вот прям туда обязательно пойду погуляем там с вами будет интересно я вам обещаю столько там порассказать показать в центре тоже можно просто выйти в центре уже даже знаю откуда можно идти пойти можно от старого железнодорожного вокзала красивое здание и вверх туда в сторону в сторону врачара до кольца славия можно прям дойти тоже показать можно рассказать столько всего интересного прям шикарные там дома здания высокие такое знаете в астро-венгерском стиле прям дворцы красота зиму но он маленько по другой такой это реально город в городе когда видео снимал про зиму называл его тоже город в городе это реально так и есть это прям город в городе там здания такие одноэтажные два этажа ну тоже все красиво классно ждем короче как отремонтируют пойдем впереди видите стройка идет вот такой микрорайон большой с высотными зданиями с кафешками с торговыми центрами если идти прямо как раз я приду наверно этот мост ада а нет надо дальше уйти будет за дома здесь тихо выходной день будний день наверное здесь машина очень много тем более торговый центр так что ребят вот так буду сейчас заканчивать пишите свои вопросы кто будет смотреть записи тоже пишите вопросы ставьте лайки комментарии пишите подписывайтесь кто не подписал справа штрих-код кто хочет поддержать канал ссылки также есть в описании справа это от от сбербанка а в ссылке там уже paypal даже криптовалюта есть чуть не убился споткнулся в сообществе можно будет проголосовать потому что я хотел уже выпускать видео про город валево валево это прям не знаю мне вообще там очень понравилось там такая пещера кто уже в сербии смотрите съездите в валево обязательно в пещеры это просто вот нечто я там полазил один был как всегда один куда говорю не приеду везде один никого нет там такая пещера это просто вообще класс снял видео для вас будет очень интересно так что посмотрим либо проголосуем в пятницу будем смотреть валево либо куда-нибудь пойдем гулять сами уже определитесь что будем делать так давайте комментарии почитаю так здравствуйте как называется улица по которой сейчас идете а когда я шел ну в общем если так чтобы было понятно вот это улица гагарина и я шел параллельно получается ей вот вам ориентир и торговый центр блин так торговый центр называется не помню как называется честно скажу ну я шел параллельно вот эта улица гагарина так здесь спасибо после вчерашнего ветра холода в голограде думал там так часто а тут такое солнце ну ветра бывают да так ну все ребят вопросов я вижу нет буду тогда заканчивать такая у нас с вами прогулочка получилась не знаю насколько она вам понравилась отпишитесь так дик просто в новий сад вчера был дождь так но без ветра на пляж ходил посмотрел приехал белград и ветер был у сегодня смотрю да сегодня вообще тишина но я говорю вчера был утром до обеда вот я ходил в парк было вообще хорошо тишина вообще ветра не было еще думал надо было сегодня проводить прямой эфир ну буквально там через час уже дождь пошел а потом ветер и прям очень стало холодно прям по зимнему осень пришла даже зима мне кажется пришла так неожиданно хотя сейчас уже тепло прям хорошо так марта спасибо очень понравилось пожалуйста так а видео про бреновит все посмотрели что там просмотров так мало не зашел город да не понравился хотя он тут рядышком даже кто будет в принципе тут сел на автобус городской доехал можно просто воды попить в ваннах посидеть если кому-то что-то полечиться что-то так для профилактики может ну и просто погулять по городку такой маленький небольшой там кружок дал и все ну все равно какая-то своя изюминка есть особенно когда я зашел говорю в гости я не ожидал что имя запустят две сестры ну сразу прям на камеру да пойдем все прикольно такими такие вещи я люблю когда есть с кем пообщаться что-то показать интересное необычное так ирина спасибо все понравилось спасибо да ребят тогда все заканчиваю отключаюсь всем хорошего дня всем спасибо пока а а а а а